Добрый день дорогие друзья! Мы начинаем нашу новую недельную главу, которая называется ВАЕРА ШАВУАТОВ. Хорошая неделя. Глава начинается с того, что Всевышний дает отдохнуть Аврагаму. Был третий день после обрезания. В этот день человек слабый. Всевышний сделал очень жаркую погоду, очень сильная жара, так чтобы он не беспокоился, потому что он с утра до ночи выполнял митцву гостеприимства. Он принимал у себя в шатре людей. Шатер был открыт на четыре стороны света, четыре входа со всех сторон, откуда попутники не пришли. Он обучал людей Торе, он их угощал. И так люди узнавали о Всевышнем и было у него очень много людей, союзников, много воспитанников, домочадцев. В общем, у него уже много людей было. Но здесь, когда он сделал обрезание, Всевышний хотел, чтобы он отдохнул, но он настолько хотел выполнять дальше эту митцву гостеприимства, что Всевышнего пожалел и прислал ему троих путников. Они выглядели, как обычные люди, бедуины, пришли к нему. Он их увидел, обрадовался, побежал навстречу и пригласил их к себе. И они скромно отказывались, но врагам их упросил, чтобы они зашли и облокотились под деревом. Он быстро побежал в шатер к саре, искал замеси три меры тончайшей муки, самой лучшей. И написано, искал ту, побежал аврагам и взял теленка нежного и хорошего. Интересно, что Медраж говорит, что это было не просто так все. Он побежал за этим теленком. Теленок от него убегал. И он убежал на очень огромное расстояние. Трудно себе представить, даже добежал в пещеру Махпила. Когда аврагам забежал в эту пещеру, он увидел необычное свечение. И он понял, что здесь находится гробница Адама и Хавы, первых людей. Потом написано, что он приготовил им мясо. Наши мудрецы говорят, что это было не просто так. Это был даже не один теленок, а три. И он приготовил три языка, пожаренных, и подал их с горчицей. Очень вкусное блюдо. Он все силы отдавал, чтобы путники получили как можно больше удовольствия. Когда люди говорили, что они не хотят слушать о Всевышнем, то врагам он говорит, ну тогда уплатите мне деньги за обед. Они говорят, а сколько это стоит? Он говорит, 10 золотых. Я говорю, а как? Ведь здесь стоит одна монета. А вы говорите, где говоришь 10? А где ты вил в пустыне цена по одной монете? А вы говорите, да нет, мы будем слушать о Всевышнем. И так Всевышний приводил людей к Торе. Через оврагам. В данном случае путники сидят под деревом. Оврагам берет им масло, молоко, какие-то молочные продукты ставит и мясо. Удивительно, обычно мы не едим одновременно мясо с молоком. Наши мудрецы говорят, сначала он подал молочное, а потом мясное. В таком порядке это стоит. После молока можно какое-то время прополоскать рот и есть сразу мясо. После мяса обычно 6 часов мы не едим молочные продукты. Вот так вот. Тем более, мудрецы говорят, что они же не были людьми. Это были ангелы, которым вообще не нужна еда человеческая. А он об этом не знал. Это не тот случай, когда сидит Лот в доме и тут видит, что два ангела пришли в дом. Это другой случай. Здесь он видит обычных людей, бедуинов, которые не отличались ничем. Он этого не знал. Мы видим необычайное сеприимство. А где же хлеб? Где же тот хлеб, который Сара приготовила? Для того, что здесь все вышли сделать себе чудо. И она поняла, что нам молодеют на глазах. У нее пошли месичные. Когда ангел обратился к Аврагаму и говорит ему, что ровно через год приду я к тебе и у Сары, жены твой сын, то она смеялась. Сара услышала в шатре, что они сказали. И она засмеялась. И сказал Всевышний Аврагаму. Аврагаму говорит, а почему смеялась Сара? Ведь я состарилась. Неужели рожу? Только это был случай, когда она поняла, что она вдруг становится молодой. Ну что написано, перестала быть у Сары обычная, что у женщин. Да и господин мой стар. То есть они уже понимают, что это невозможно. И тут она действительно молодеет на глазах. И он тоже. И поэтому смеялась. Это слово не просто так здесь употреблено. Так и назвали сына, родившегося у них через год, Ицхак. То есть смеялся. Сначала Аврагам смеялся, потом Сара смеялась. Но, как говорится, досмеялись. И Всевышний им подарил. Когда Всевышний сказал Аврагаму, от чего смеялась Сара, вы истинный рожу, то Аврагам это говорит. Она говорит, я не смеялась. Я отреклась. Она отреклась, я не смеялась. Он говорит, нет, смеялась ты. Впечатление от текста, что я сам Всевышний сказал. Но нет, Всевышний бы не хотел так ее оглушить такими словами. И это сказал Аврагам. Сам сказал, нет, ты смеялась. Раз Всевышний бы не останусь, ты смеялась. В общем, это он уже сказал, нет, ты смеялась. Вот так вот. После этих событий ему ангелы все объяснили, что через год у тебя будет сын. Он провожает ангелов, и после этого с ним разговаривается Всевышний и говорит, утаю я ли от Аврагама, что я сделаю. Вопль нас дом, и Амору стал велик. Сойду и посмотрю. Если же нет, узнаю. И действительно было страшное событие. В доме очень страшное было гостеприимство. Они убивали людей. То есть они до чего дошли, что когда приходил к ним путник, они все ему давали милость, золотые монеты. На каждой монете было высекано имя человека, кто его давал. И ничего на эти монеты ему не продавали. Он сидел на площади, он просил, ему никто не сдавал. И доходило до того, что он умирал с голоду. Потом они приходили, каждый забирал свои монеты, и делили его вещью. И у лота, племянника Аврагама, была одна дочечка. Она была праведница. И она ходила за водой, и подбрасывала еду этому человеку, который мог умереть. Не смотря, долго он что-то не умирает. И они за ней проследили. И поняли, кто это. Они ее привязали к столбу, раздели и намазали ее медом. И пчелы ее насморь закусали. И сказали, ты хочешь накормить этого нищего, так накорми сначала рой этих пчел. Пчелы ее закусали, и вопли ее возьмется Всевышнему. И поэтому Всевышний сказал, что все, конец этим городам настал. Они уже просто превратились в непонятно в кого уже, до чего это все дошло. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан. За поднятие души Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Самуин бен Герш, Хая Малка бот Йосиф, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Яков бен Нахум, За здоровье Светлана бот Клара, Шимон бен Эцхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина Перв, бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берт, Евгений бот Ита, Фира бот Ана, Геннадий бен Елена, Леор бен Клара, Ольга бот Светлана, Йосиф Дан бен Цара, Таня бот Фрида, Ида бот Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла, Яков Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга бот Берта, Марк бен Нина, Ира бот Вера, Рафаэль бен Клара, Хана Цепора бот Сара, Замазал Барнаса, Сгула, Ирина Батури, Арона Ребен Ури, Заросший дух, Арон Ребен Двойра, Днис Бен Ахум, Абираль Бат Сара, Замазал Барнаса и Бриют, Владимир бен Рая, Марина Бат Рая, Борис бен Марина, Всего хорошего, Олег Умарченко, Всем браха Барнаса Кавана, Мазал то, что мы это время не грешили, Читали Тору, всем все самого наилучшего, Всем желаю крепчайшего здоровья, И до следующих встреч, Надеюсь, что состоится завтра в 15.30, Шалом! Субтитры сделал DimaTorzok